домой пошли уже темно что ты говоришь утро вечера мудренее наверно похоже на это приветствую всех на канале божениты Томовская область с вами я ведущий Влад кого домой на улице еще светло можно работать и работать ковыряться понемногу ты же не город вышел и ковыряйся объясню народу что делаю чем занимается короче кто смотрел раньше тот наверняка знает что я покупал трактор в разокомплектованном виде на запчасти я его собирал то есть как разокомплектованно в задней части практически ничего не было значит покупал вот эти вот тяги юмузовские они другие стоит значит заказал стоит дороже по 8000 кажется значит вот эти мтзовские цилиндров тоже не было в общем покажи не охота мне этот снимать сенокоску я думаю что я снимать возьму грабли повешаю на этот трактор и чтобы с одного трактора на другой перепрыгать это будет легче заниматься покосом купил цилиндр купил значит вот тут такое устройство юмузы значит здесь упор петля а снизу сделано просто одинарная петля но я взял цилиндр купил снизу петля кольцо а сверху вилка вот она давай ставить ее на место будут когда я все это померил посмотрел тут у меня лопата висит здоровенная она была зафиксирована вот на стопоре все померил все рулеткой все должно подходить но когда лопату снял все это разобрал давай ставить елки палки а цилиндр не подходит получается так что я сюда вот петлю то поставил а цилиндр не совпадает вот этим вот кронштейном посмотрел на том тракторе а на том тракторе цилиндр к цилиндру подходят четыре шланга он рассчитан этот трактор под под экскаватор там немного по-другому сделано малая подача большая подача ну короче делать нечего трактор нужно дособирать утром собрался и поехал город поменял цилиндр я его не ставил ничего просто померил то цилиндр у меня забрали а этот купил сейчас его собираю потом значит я это все сделаю подсоединю к распределителю все шланги у меня здесь на месте уже все сделано и повешаю граблю завтра будет видно а еще чего город пришлось ехать пришла эсэмэска что забрать запчасти какие запчасти я сейчас покажу я пользуюсь прессом класс значит запчасти пошли покажу вот я привез короче пресс я покупал в сызрани в компании аграру лидер я там внизу под экраном сделаю ссылку значит на сайт этого магазина кстати значит сразу передаю привет на или на елю это руководитель организации и екатерине это менеджер многие боятся покупать импортную технику успокойся многие боятся покупать импортную технику потому что вот запчасти дорогие не найдешь и тому подобное я скажу так покупайте и нет ничего в современном мире проблем никаких не нужна какая запчасть вот там где ты купил технику там же и у них без проблем можно купить и запчасти любые запчасти они продают не только техник это бушная ремонтирует успокойся технику ремонтирует готовить и там есть все запчасти слушай надо пошли по мере у меня там есть надо посмотреть то прислали или не то мне они продают со скидкой с небольшой потому что я четвертый год наверно уже не покупая разные детали у меня конечно есть запас ягу мне конечно смутил его смутил цвет вот этих игр вот у меня запас прошлого года остался да нет то же самое но видать короче 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 чуть 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 но ладно поставим и будет посмотрим чуть чуть короче ширина тоже тоже чуть чуть короче на сантиметр но не критично объясню сразу почему они ломаются эти рабочий орган запас есть но еще запас будет мне не помешает иглы ломается вот таким вот образом вот наши российские они стоят конечно дешевле но они летят со страшной силой вот у этих есть эластичность а у наших отечественных вообще эластичности не нет они стоят в пределах 80 рублей буквально на два-три дня и потом приходится выбрать так что лучше покупать оригинальные запчасти у того официального дилера кто занимается продажей этой прототехники сейчас я покажу почему они ломается короче вот значит тоже деталь наконная доска подборщик весь состоит из такой из таких наклонных доск и сена так вот так она стоит и игла закреплена на валу и проходит вот такой вот круг сейчас она уступает буквально из подборщика туну сантиметров наверное на 6 на 7 но не но не немного проходит так вот по кругу отсюда всегда подбирает и подбрасывает его наверх и часто бывает такое что волок большой или комками и или когда землю задеваешь вот эти вот иглы они как бы сходятся они получается не вот так вот идут а если она зацепилась игла снизу за землю вот так зацепилась и игла начинает ходить вот по этой стороне и когда работаешь нужно постоянно слушать если началось какой-то неестественный звук не естественное движение что-то щелкает или скребет нужно сразу же останавливаться и выходить смотреть в чем дело короче постоянно нужно контролировать вот это где-то стоит около 800 900 рублей это где-то около 300 рублей зеленые покупал по 350 эти где-то за 300 время прихода вот этой посылки короче я с катериной поговорил буквально в четверг она занимается запчастями город там я так понял небольшой транспортная компания находится рядом с ними и она в течение дня два раза бывает транспортной компанией отсылает посылки по всей россии короче значит я ждал эту посылку буквально три дня значит если в четверг поговорил в пятницу она отправила субботу воскресенье и понедельник уже посылка была здесь то есть я поехал в город за цилиндр и сразу же забрал вот эти запчасти так что покупайте бушную технику вот именно вот в этой фирме в аграру лидера не беспокойтесь у меня были там и другие проблемы тоже значит нормальные адекватные люди нормальная менеджер нормальный руководитель с ним можно разговаривать находить общий язык ну компромиссы покупал я у них колеса кажется еще ну еще что то вот такое колесо на прессе да колесо покупал значит диск еще покупал тоже все это пришел очень быстро качество хорошее так на сегодня я пока закончу кому было интересно значит или полезно спрашивать я отвечу начну работать с прессом я буду все показывать и рассказывать а пока я просто кашу ладно всем пока так 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 так